Министерство по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Луганской Народной Республики проводит проверки защитных сооружений, заявил в пятницу директор Департамента гражданской защиты МЧС ЛНР Дмитрий Родионов. Ни для кого не секрет, что в республике складывается непростая обстановка. В связи с этим должны быть готовы защитные сооружения в республике, сказал Родионов. По его словам, результаты проверки показали, что 327 из 889 защитных сооружений в ЛНР готовы к эксплуатации, ограничено готовы 63, то есть пригодны для укрытия, но не обеспечены всем необходимым, 499 не готовы. Таким образом, 56% защитных сооружений в республике непригодны к эксплуатации, уточнил представитель МЧС. Родионов сообщил, что многие бомбоубежища были восстановлены силами и средствами местных жителей. Украина долгое время не уделяла должного внимания и финансирования вопросов пригодного технического состояния защитных сооружений, вследствие чего более половины из них пришли в негодность, сказал он. По его словам, для восстановления всех бомбоубежищ понадобится сумма в сотни миллионов рублей. Представитель МЧС также сообщил, что во время проверки проводятся учения по гражданской обороне, на которых жителям ЛНР разъясняют, как действовать во время обстрелов и авианалетов. 1 сентября в Донбассе начался не только учебный год, но и очередной режим прекращения огня, о котором стороны конфликта договорились в ходе последнего заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, которое прошло 26 августа в Минске. Продолжение следует...